Дружно встретили гостей праздника ребята, отдыхающие в Бригантине. Сейчас в лагере на летнем оздоровительном отдыхе находится 185 ребят, среди которых и дети участников специальной военной операции из Нефтекамска, Бирска, Уфы и районов республики. Я хочу, чтобы вы здесь действительно приобрели новых друзей, чтобы вы здесь сдружились. Ну а вот Регина и ее команда, которая сегодня привезла вам подарки, сделают ваше пребывание более счастливым. Удачи вам и здоровья! На масштабное спортивное мероприятие прибыли спортсмены, тренеры и президенты федерации более 10 видов спорта. На нескольких площадках показывали мастер-классы, сильнейшие представители различных видов единоборств и борьбы. Вообще я провожу уже многие мероприятия спортивные в таком формате для детей, участников специальной военной операции. Изначально проходило мероприятие в Уфе, в огнях Уфы и Тинькофф Холл. Фестиваль единоборства, спорта единоборства проходил в Динамо. Затем я решила, что сейчас летняя пора, детишки у нас в лагерях, безусловно, будет приятно посетить, приехать и прекрасный город Нефтекамск. Спортсмены задействованы со всей республики Башкортостан, так же как из города Уфы приехали борцы, так же принимают участие с Нефтекамска, с ближайших районов. То есть максимально мы пригласили спортсменов, которые будут рады поделиться своей техникой каждого вида направления. Продемонстрировать ребятам основные приемы борьбы на поясах приехал почетный гость, трехкратный чемпион мира Дмитрий Болянов. Сегодняшнее мероприятие, очень приятно на нем присутствовать, потому что оно посвящено поддержку детей из СВО, родители у них там воюют. Поэтому вдвойне приятно здесь находиться. Мы приехали с борьбой на поясах, покажем показательные выступления, немножко расскажем об этом виде спорта. Очень важно проводить такие мероприятия для подрастающего поколения, потому что молодежь смотрит, хочет быть похожими. 60 лет скоро будет славному городу Нефтекамску, очень рад присутствовать и пожелать дальнейшего развития. В этот город я начал ездить где-то с 2002 года и смотрю, как развивается с каждым годом. Дай бог здоровья всем горожанам, сумасшедшего развития по всем областям и только крепните. В этот день ребятам представилась возможность не только принять участие в мастер-классах по борьбе и единоборствам, но и попробовать себя в альтернативных видах соревнований, таких как армспорт, масс-рестлинг и дартс. Мероприятие было прям очень крутое, дети счастливы, они участвовали в разных соревнованиях, получали призы, все остались с подарками, у всех были разные подарки какие-то, которые они могут использовать в своей жизни, играть, развиваться. Дети испытали положительные эмоции, все остались рады, счастливы, им понравилось мероприятие, поэтому все круто. Я в лагере Бригантина в первый раз и я безумно рада, что я сюда приехала, мне очень нравятся здесь вожаты, атмосфера, вообще все ребята. В лагере безумно круто и сегодняшнее мероприятие тоже не исключение, оно тоже очень веселое, очень интересно наблюдать за всеми. Я мэр Бригантины, меня выбрали мэром, мне очень нравится этот заезд, я приезжаю не первый год сюда, я приезжаю каждый год с 2018 года, каждый год, и я здесь уже шестой раз. Мне очень нравится Бригантина, я приеду сюда еще раз и в следующих годах, я очень рада, что сделали такое мероприятие, очень крутое. На мероприятии спортсмены и гости праздника личным примером показали ребятам, что значит защищать честь своей страны и быть настоящими патриотами России. Для этого каждому достаточно начать с себя, ежедневно становиться лучше, сильнее и выносливее, добиваясь поставленных целей и высоких личных результатов. Детей нужно мотивировать, мотивировать, давать им стимул двигаться вперед, помнить своих родственников, предков, за что они воюют, то есть давать им позитивный настрой, стремиться только вперед. Очень радует тот момент, что дети стремятся идти вперед по отношению к спорту, то есть у них есть стремление развиваться, поднимать свою самую оценку, стремиться к каким-либо успехам. Здесь каждый смог принять непосредственное участие в мастер-классах и найти себе спорт по душе. В завершении соревнований каждый ребенок получил памятный подарок и самое главное – заряд бодрости и положительных эмоций. Ксения Белалова, Палина Сюткин, Дмитрий Габасов. Информационная программа «Ежедневник».